Продолжение следует... 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 И к этой выписке подкладывается еще документ, это реестр сквитованных распоряжений, который выдается каждому интернет-трейдеру украинской биржи. Вот этих двух документов достаточно для того, чтобы подтвердить все свои операции и отчитаться перед налоговыми. Второй вопрос. Очевидно, что в Украине не одна и даже не две, а достаточно много фондовых торговых площадок. О поддержке механизмов интернет-трейдинга заявляла не одна биржа. В общем-то, логичный вопрос одного из наших посетителей, как сделать правильный выбор, как выбрать торговую площадку, на которой пытаться проводить торги ценными бумагами для частного лица. И что здесь может быть фактором? Действительно, Вы сказали, что в Украине достаточно много фондовых бирж, если не ошибаюсь, их порядка десяти, а то, по-моему, и больше даже. Но самое интересное, что как такого выбора перед интернет-трейдером не стоит. На момент запуска, фактически в конце этого месяца, мы будем отмечать уже два года интернет-трейдинга в Украине. Первая и, фактически, можно сказать, единственная биржа, которая обеспечивает возможность торговли через интернет, это украинская биржа. Несмотря на то, что ПФТС в свое время неоднократно, если не ошибаюсь, она два раза запускала официально интернет-трейдинг, на самом деле, сейчас я не знаю практически ни одного инвестора, кто активно торгует, имею в виду физика, который активно торгует через ПФТС. Как Вы считаете, почему так произошло? Разница в программах или невозможность договориться между биржами и брокерами? Ну, я думаю, это в силе намерения. То есть, когда пришла украинская биржа, основная идея, ради которой она создала новую биржу, ради чего она запустила этот бизнес, это как раз открыть доступ частным лицам, возможность торговать через интернет. ПФТС фактически устраивала та ситуация, которая складывалась до момента прихода украинской биржи. И несмотря на то, что ведущие брокеры пытались как-то простимулировать запуск интернет-трейдинга, к сожалению, это ни к чему хорошему не приводило. Поэтому единственный выход был создать новую биржу. Собственно, следующий вопрос, он касается непосредственно торговли ценными бумагами. Спрашивают непосредственно Вашего опыта. Валентин, из Вашего опыта, насколько прогнозируемо изменение цен на украинские акции? Кто сможет оказать поддержку, дать совет частному лицу в ходе торгов? И только по-честному, насколько частный торговец защищен от возможных недобросовестных действий компании-брокера? Ну, вопрос, что купить и когда, чтобы заработать много денег, он, наверное, будет всегда. Точно так же, как не будет никогда стопроцентной гарантии, что кто-то даст такой совет, и Вы абсолютно гарантированно заработаете на этом совете. К сожалению, мир устроен так, что здесь, в данном случае, кроме всех объективных факторов, также работает и определенная воля случая. И, например, четко спрогнозировать, особенно в краткосрочной перспективе, как поведет себя та или иная бумага, это точно так же, как спрогнозировать поведение как раз вот той всей группы инвесторов, которая как раз сейчас торгует на бирже. Ты не можешь предугадать те новости, которые могут выйти в ближайшую секунду, те события. Ну, мы были неоднократно свидетелями различных, например, конфликтов вооруженных в других странах. Мы можем вспомнить теракты в Соединенных Штатах, когда все прогнозы, они перечеркивались, и уже была совершенно другая картина, совершенно другое поведение. И можно утверждать другое, что аналитика, которую предоставляют большинство онлайн-брокеров, мы в данном случае занимаем очень сильные позиции в этой сфере, у нас достаточно много наград, которые признают качество нашей аналитики, эта аналитика позволяет в долгосрочной перспективе с достаточно высокой вероятностью спрогнозировать, куда пойдет бумага. Но если мы говорим о краткосрочном времени, неделя-две, тем более внутри дня, то это практически уже отдается на откуп самому инвестору, который сам для себя принимает решение, что ему сейчас купить или продать. Следующий вопрос тоже касается рисков. Собственно, может ли оказаться начинающий трейдер в ситуации, когда купив акции какого-либо предприятия, он не сможет их потом продать, так как они либо никому не нужны, либо интерес к этой бумаге резко сократился в силу тех или иных новостей, и он оказывается с неликвидом на руках. То есть, что в таком случае надо делать, и возможно ли вообще такая ситуация, при том, что человек работает с брокером, и непосредственно сам ведь на бирже не выходит, насколько я понимаю. Такая ситуация исключена. Во-первых, потому что, с одной стороны, рынок заявок, а интернет-трейдеры торгуют именно на рынке заявок, там торгуются наиболее ликвидные ценные бумаги. Это первая причина. Вторая причина. Для поддержания ликвидности существует так называемый институт маркетмейкеров. То есть, это торговцы, которые берут на себя обязательства поддерживать котировки на покупку и на продажу, даже если, кроме них, нет спроса и предложения по этой бумаге. Таким образом, гарантируется, что всегда, по крайней мере, маркетмейкер будет обязан предложить цену и выполнить обязательства выкупить или продать эту бумагу. А как сильно этот институт развит на украинской бирже? Как много компаний взял на себя эту функцию? Или же маркетмейкеры есть по отдельным бумагам? По отдельным бумагам, да. У каждого торговца есть определенный список бумаг, за которые он отвечает. Ну, должен сказать, что если в самом начале при запуске интернет-трейдинга это еще было достаточно актуально, и действительно работа маркетмейкера была очень важной, и она была действительно полезна для рынка, то сейчас, когда уже сформировался достаточно большой пул торгующих физиков, а роль маркетмейкера все дальше будет снижаться, и будет достаточно инвесторов, которые всегда обеспечат и спрос, и продолжение по любой бумаге. Собственно, наш посетитель Андрей Компарин интересуется, как начинающий торговец, что для нашего рынка более актуально сейчас? Пытаться ловить изменения котировок в течение торговой сессии, либо формировать некий портфель ценных бумаг и ждать его подорожания в некой среднесрочной, долгосрочной перспективе, а потом пробовать его комплексно продать. Я понимаю, что стратегий может быть много, но, собственно... Ну, как раз это и являются две основные стратегии, и все зависит от того, что вы на самом деле хотите получить. То есть, если ваша задача, первоочередная задача, это все-таки инвестиции, и более того, у вас не настолько много времени, чтобы активно торговать на фондовом рынке, то, конечно же, наиболее оптимальный вариант – это стратегия «купи и держи». В большинстве случаев история только подтверждает этот факт, что приобретя достаточно диверсифицированный портфель ценных бумаг, он в долгосрочной перспективе обязательно вырастет в цене. Другой вопрос, если кроме заработка у вас есть еще интерес, ну, может, какого-то азарта, или же у вас есть какая-то особая стратегия, которая позволяет предугадать краткосрочные колебания поведения рынка, то тогда, конечно же, интродэй является очень интересным и эффективным инструментом. Разница принципиальная еще в том, что риски в торговле при интродэй, как правило, выше, чем в долгосрочной стратегии. Это тоже надо взвешивать, принимать, исходя из этих факторов решения. Как торговать? В данном случае интересно, в ходе непосредственных торгов, если человек, допустим, даже прошедший обучение и подключившийся непосредственно к торгам, то есть это уже не демо-счет, он в ходе торгов, он оказывается в ситуации, когда ему сложно принять решение продавать, покупать, либо ничего не делать. Есть ли у него возможность оперативно в ходе торгов консультироваться с теми же аналитиками фондовых компаний, брокерами и так далее, или он оставлен на опыты самому себе? Ну, консультанты могут проконсультировать, хотя, если объективно говорить, то вы должны понимать, что количество интернет-трейдеров очень большое. Обеспечить консультации в онлайн-режиме всех наших клиентов, ну, это практически нереально. Это возможно с применением более высокого тарифа, и тогда, да, у нас есть такие консультанты и такие консультации, которые предлагают определенную плату за эту информацию. Такая практика существует. Да, эта практика существует, но надо понимать, что это стоит определенных денег. Очередной вопрос. Он, в общем-то, довольно часто попадается. Насколько эффективными могут быть спекуляции со своими бумагами в интернете? Очевидно, что людей интересует, сколько на этом можно заработать. Я знаю, что к нам поступал еще вопрос непосредственно по вашему личному опыту. Вы персонально-то торгуете? У вас свой счет есть? Скажем так, я не торгую, я инвестирую. Разница в чем? Я не могу посвящать свое время, если я работаю, да, выполняю свои обязанности, я не могу посвящать свое время еще и торговле по своему счету. Но я могу покупать определенные бумаги и благострочная перспектива 6-12%. Как частное лицо? Да, как частное лицо, да. И если не секрет, конечно, сколько уже удалось заработать на подобных инвестициях? Ну, скажем так, это где-то, так как формировался портфель, близкий к индексной корзине, то, соответственно, и прибыль сопоставима с ростом индекса за последние полтора года. То есть, я так понимаю, что это может быть некоторая альтернатива индексным фондам? Фактически, да. Да, единственное, что, если мы говорим, в принципе, про альтернативы индексных фондов, то тогда наиболее идеальным инструментом является все-таки фьючерс. А почему? Ну, потому что, во-первых, это как раз является полным повторением индексной корзины. Расходы на покупку и продажу контракта, заключение контракта сравнительно низкие. Сейчас у большинства онлайн-брокеров это 1 гривна при заключении контракта. При сумме, при стоимости контракта в районе 2 500-3 тысячи, в принципе, это достаточно хорошая цена. При этом фьючерсный контракт имеет очень хорошую ликвидность. Его можно купить и продать практически в любой момент времени. А по поводу того, сколько же можно заработать на фондовом рынке, ну, наверное, очень показательные результаты конкурса «Лучший частный инвестор», который проводила украинская биржа в прошлом году. Ну, и еще более показательный, наверное, конкурс, который проводит российская биржа РТС. Фактически с тем же названием. И там, наверное, если кто-то следит за этим, наблюдаются доходности просто нереально. Это 6-7-8 тысяч процентов. Это годовых? Нет, это же период. А, период инвестиций? Да, это порядка 3-4 месяца. То есть горизонт инвестиций до полугода? Ну, это даже не горизонт инвестиций. Там, на самом деле, торгуют очень активно интродэй и ловят буквально каждое движение. Конечно, не надо забывать, что зачастую вот этот процент доходности, он не полностью учитывает расходы инвестора. Вот, собственно, следующий вопрос касается, люди интересуются, сколько, собственно говоря, нужно денег для того, чтобы начать торговать и поддерживать эту деятельность. Как раз какая расходная часть? Ну, мы рекомендуем каким образом подходить к этому вопросу? Для того, чтобы потренироваться, освоить интерфейс, понять, в принципе, как ведет себя рынок, лучше, конечно, сначала выделить какую-то небольшую сумму денег. Например, даже 5-10 тысяч гривен будет достаточно, ну, 5-10 тысяч гривен достаточно для того, чтобы достаточно полноценно торговать. Самая дорогая бумага – это у нас Моторсич, да, порядка 3 тысяч гривен, соответственно, все остальное, как правило, размер лота сводится к диапазону от 80 до 300-400 гривен. То есть, имея 5 тысяч гривен, можно практически сформировать портсель, близкий к индексу. А вот если мы уже говорим о том, чтобы интернет-трейдинг был существенным источником дохода, конечно, тут уже надо ориентироваться на более существенную сумму, то есть, ну, я думаю, это 50-100 тысяч гривен, это если мы говорим о том, чтобы, в принципе, заниматься этим делом. То есть, это та сумма, которая позволит эффективный и доходный портфель, соответственно, и доходный портфель, и получает у нас такую прибыль, которая, возможно, позволила бы оставить интернет-трейдинг как основным местом работы, основным увлечением. Следующий наш посетитель интересуется самим механизмом торгов. Люди могут торговать на бирже непосредственно или только через посредников? И что дает посредничество профессиональных торговцев, брокеров? И как бы вы посоветовали организовать начало работы? Но об этом вы немного уже говорили. Ну, по поводу посредников практически во всех странах мира есть профессиональный вид деятельности, это торговец, который как раз и обеспечивает доступ клиентов к фондовому рынку. То есть, клиент не может напрямую прийти на фондовую биржу и сказать, я хочу торговать, я хочу сам заключить договор и работать на бирже. По закону, в том числе согласно украинского законодательства, это все должно осуществляться через торговца. Какой еще вопрос у нас был? Собственно, как организовать первые шаги в этой работе? С чего начинать? Я так понимаю, если человек не сталкивался с этим ранее, в принципе, но интересующе. Вы приходите к онлайн-брокеру. В принципе, мы советуем для начала даже установить, есть тренировочная, учебная версия торговой платформы, где можно освоить полностью весь интерфейс программы, для того, чтобы не допустить тех ошибок, которые могут быть вследствие еще плохого знакомства с интерфейсом. Онлайн-брокер, как правило, консультирует по интерфейсу, по специфике украинского фондового рынка, по документообороту, практически по всем вопросам, которые могут возникнуть у инвесторов. Обычно заключается брокерский договор, открывается счет в ценных бумагах, вносится та сумма денег, которая планируется инвестировать на фондовом рынке. Дальше все, вперед. У вас есть программа, есть счет. Осталось дальше только торговать через интерфейс. Задействованы ли здесь такие же механизмы, как на рынке Форекс, когда брокер предоставляет определенное плечо для торговца, чтобы вылечить его возможности? Есть ли какие-то стопы, которые не дают человеку уйти в минус? Да, брокеры предоставляют плечо, но оно абсолютно несопоставимо с тем, что бывает на Форексе. То есть на Форексе обычно 1 к 100, даже встреча 1 к 500, по-моему. В интернет-трейдинге на фондовом рынке сейчас предоставляются плечи, как правило, 1 к 1, 1 к 2, иногда 1 к 3. А чем это вызвано? Почему такая разница? Ну, в данном случае, на самом деле, для того, чтобы предоставить плечо клиенту, у брокера должно быть достаточно средств для того, чтобы предоставить их для торговли, для того, чтобы воспользоваться этим плечом. Ну и второй фактор, он скорее такой, носит характер. В отличие от Форекса, онлайн-брокеры также заинтересованы в прибыльности и эффективности торговли, как и сам клиент. Это то, что существенно, радикально отличает нас от Форекс-компании. И в данном случае, любое увеличение плеча существенно, то есть если мы говорим о плече 1 к 50, 1 к 100, это, ну, очевидно, это прямой путь, да, сжечь весь свой депозит, весь свой торговый баланс буквально за несколько шагов. Допустим, достаточно пустить одну-бью ошибки, и все деньги можно потерять. Тем более, колебания цен на украинской бирже, на украинские бумаги, достаточно существенные, чтобы зарабатывать даже без плеча. Ведь на Форексе зачем используется большое плечо? Потому что, ну, как бы, колебания очень низкие. Да, в пределах, в процентных пунктах. И для того, чтобы действительно зарабатывать, там действительно нужно плечо с большим размером. На фондовом рынке все намного проще, как мне кажется, в том плане, что простое изменение цены бумаги за день, это уже большой потенциал для прибыли. Собственно, следующий вопрос посвящен тому, интересуется буквально уже после начала конференции, я так понимаю, он поступил. Имеет ли компания Dragon Capital влияние на украинскую биржу? Если да, то какое. И можете ли вы предпринять меры, чтобы дисциплинировать менеджмент украинской биржи? Я так понимаю, спрашивает человек, который имеет непосредственное отношение к торгам, особенно в свете вывода неликвидного актива Крымэнерго на рынок заявок, насколько я понимаю, из сформулированного вопроса. Ну, это вижу даже дальше там вопросы по дематерализации СВГЗ. Да, совершенно верно. Но, скажем так, давайте не путать все-таки, где ответственность украинской биржи, а где и тех других участников, других институтов работы на фондовом рынке, которые также задействованы в этом процессе. В данном случае, например, если мы говорим о обездвиживании акции СВГЗ, например, то здесь задействованы еще депозитарии. И, кроме этого, еще непосредственно сама компания, сам имитент должны принимать активное участие для того, чтобы ускорить процесс дематерализации. Поэтому, в данном случае, украинская биржа является таким же заложником ситуации, как и все участники, которые торгуют. и торговцы все по цепочке. Ну, да, да, конечно. По поводу Крымэнерго мне тяжело прокомментировать, но Dragon Capital является одним из учредителей украинской биржи, акционерам биржи. И, соответственно, влияние, конечно, имеется. Но, на самом деле, сам менеджмент украинской биржи очень адекватен, и он не требует, чтобы рассказывали, как правильно вести дела. В данном случае это больше проблема как раз других участников, в том числе, в данном случае, депозитарного. актива. Ясно. Собственно, вопрос, который я задавал вам и перед нашей встречей, и он есть и на сайте, и о котором мы уже коснулись частично, мы уже сталкивались с сравнением торговли ценными бумагами через интернет и торговлей Форекс. Есть вопрос, если можно подробнее, в чем принципиальное различие того и другого вида деятельности? Радикальное отличие кроется достаточно глубоко, и оно действительно принципиальное. Если мы говорим про инвестирование в фондовый рынок, фактически покупая акции, вы инвестируете в тульную компанию. Если вы посмотрите долгосрочный график по любому фондовому рынку, по любой бирже, вы увидите, что в долгосрочной перспективе этот график всегда растущий, он имеет всегда восходящий тренд. Это имеет определенное основание, определенные объективные экономические причины для этого. То есть фондовый рынок растет, потому что растет эффективность, растет производительность тех компаний, которые имитировали свои акции. Растет количество потребителей продукции этих компаний, потому что пока население мира возрастает, соответственно, растет и потребление производимой продукции. Поэтому если компания комфортно себя чувствует на рынке, то ее акции будут постоянно расти. Если мы говорим про Форекс, то там мы торгуем, мы пытаемся угадать изменение валютного паритета между валютной парой. и сегодня паритет один, завтра другой. например, нет какой-то долгосрочного тренда, который будет указывать, что, например, евро будет всегда расти по отношению к доллару. Поэтому если есть желание торговать на рынке Форекс, то надо сразу принять для себя, что там нельзя расслабиться. Это как раз в сказке «Алиса стране чудес», чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Если в фондовом рынке достаточно просто купить акции и ожидать их роста. На Форексе так не получится. Ты должен постоянно быть в напряжении, постоянно угадывать, когда купить и когда продать. И если ты долго остаешься в позиции, то рано или поздно произойдет такой случай, когда у вас просто стоп-лосс какой-то выбьет и обнулит ваш остаток. Ну и да, был вопрос по поводу стоп-лоссов и тейк-профитов. Сама торговая система, в данном случае это торговая система КВИК, предоставляет возможность при открытии позиции, то есть, когда вы купили ту или иную ценную бумагу, сразу же поставить так называемые условные заявки, что, например, если вдруг цена упадет или вырастет до того или иного уровня, то должна произойти, должна быть выставлена в систему заявка на продажу, на закрытие позиции. То есть, по сути, можно отчасти автоматизировать этот процесс? Конечно, то есть, не обязательно сидеть постоянно перед мониторами, ожидай, когда цена достигнет того уровня, который вы там ожидаетесь либо боитесь. Выставили заявку, закрыли терминал, выключили компьютер, условная заявка сохранена на нашем сервере и отслеживает изменения цены. Как только будет достигнут этот уровень, она, соответственно, сработает. Правда ли, что, ну, доводилось слышать, правда ли, что половина западных торгов фондовыми активами происходит, по сути дела, за счет так называемых роботов, когда это или полностью, или частично автоматически системы, которые, так или иначе, что-то подобное формируют и продают портфель акций, при этом человек фактически просто вкладывает в этот процесс собственные средства. Ну, о проценте, я скажу, судя тяжело, но то, что доля роботов даже вот на российской бирже РТС очень существенная и эффективность этих роботов достигла очень высоких показателей, это факт. Более того, можем посмотреть, что вот по результатам конкурсов лучший частный инвестор, как раз в большинстве случаев вот самые эффективные трейдеры, это как раз роботы. Но роботы все равно это, то есть неполная автоматика инвестор или профессиональный торговец все равно задает ему параметры торгов. Однозначно, то есть алгоритм, сама идея поведения робота это, конечно же, в голове инвестора, который его создал. То есть нет какого-то волшебного робота, которого можно там прийти и купить, запустить и он будет там... это программа, которая требует настроек торговой стратегии. Причем индивидуальных настроек, потому что если будет даже два одинаковых робота, то соответственно это уже вряд ли они между собой там уже поделятся. Ну и тут еще в чем специфика, почему доля роботов достаточно большая может быть. Это не потому, что самих роботов среди инвесторов много, а то, что как правило стратегия робота и механизм, по которому они зарабатывают, это как правило так называемые высокочастотные торги. Это когда заключаются очень много сделок и зарабатываются может быть какие-то небольшие копейки, но тем не менее за счет количества... То есть это происходит постоянное непрерывное. это сказывается на общей производительности системы. Поэтому это как бы палка о двух концах. То есть робот это хорошо, но кроме этого надо его еще правильно настроить, отладить, для того, чтобы он не вывел из строя систему. И биржи умеют определять активность таких роботов, сбои в их работе и умеют их отключать от торговой системы. Еще один интересный вопрос. Правда ли, что сейчас наиболее распространено мнение, что сейчас наиболее ликвидные эмитенты вывели свои ценные бумаги, которые сейчас котируются и торгуются на западных фондовых площадках, а здесь в общем-то присутствуют по остаточному принципу. То есть насколько интересны эмитенты здесь и те, которые в сравнении с теми, которые выведены на ту же лондонскую фондовую биржу, немецкую фондовую биржу варшавскую? Я не сказал бы, что перекос настолько большой и то, что украинский фондовый рынок обделен и все основные эмитенты торгуются на зарубежных площадках. Просто есть несколько эмитентов, которые действительно интересны украинским инвесторам и в силу нашего законодательства доступ к этим зарубежным площадкам для них пока закрыт. особенно учитывая специфику украинской экономики это то, что у нас достаточно сильный аграрный сектор, например. И такие компании, как Мирзоновский хлебопродукт, Мрия, например, другие компании, которые достаточно перспективные и как раз в такие компании хотелось бы инвестировать. Но как раз они выводят свои бумаги туда. Они как раз и торговаются на зарубежных площадках. Могу сказать, что со своей стороны Dragon Capital прикладывает максимум усилий для того, чтобы эти компании торговались и на украинской площадке. Вы ведете с ними переговоры постоянно? Да, ведется работа и в законодательном плане, для того, чтобы вывести эти бумаги в виде депозитарных расписок. Еще один наш посетитель интересуется в какие бумаги может инвестировать частный инвестор, частный торговец посредством интернет-трейдинга. Он вынужден работать только с акциями или же имеет возможность работать с теми же ОВГЗ, корпоративными бумагами, фьючерсами? Есть ли какие-то ограничения или тут полная свобода? Скажем так, сейчас для украинских инвесторов для торговли через интернет доступны два основных инструмента. Это непосредственно акции, акции компаний, которые допущены к торгам на рынок заявок. И сейчас торгуется один дериватив, это фьючерс на индекс украинской биржи. В ближайшее время ожидается запуск торгов на опцион на индекс украинской биржи и в работе еще находится фьючерс на золото. Но с фьючерсом на золото там слишком много нюансов, поэтому вряд ли можно его ожидать в ближайшей перспективе, но вот опцион и фьючерс на индекс доступны для инвесторов. Что касается облигаций, с облигациями сложнее, там есть некоторые преграды в виде опять же очень сложной системы взаимодействия различных депозитариев и пока как раз облигации внутреннего госзайма например недоступны для торгов через интернет. Но опять же в этом направлении идет сработа и должен сказать, что впервые наверное за всю историю независимости Украины из администрации президента Украины поступил запрос в комиссию по ценным бумагам фондового рынка для того, чтобы комиссия подготовила свод рекомендаций, которые позволили бы упростить как раз доступ частным лицам к фондовому рынку. По крайней мере уже это является хорошим сигналом о том, что во-первых про фондовый рынок помнят, знают и есть по крайней мере намерение чтобы этот рынок был более развит, был более открыт для частных инвесторов. Так напрашивается вопрос в продолжении темы имеет ли и будет ли в ближайшей перспективе частный инвестор иметь возможность купить акции не только украинских, но и иностранных акционерных обществ. Раньше, еще буквально несколько лет назад голубая мечта инвестора была купить акции компании Microsoft или General Motors. Да, нас периодически спрашивают, можно ли купить акции Apple, например. пока честно говоря надежда призрачная. Есть определенные подвижки в этом направлении, но как скоро это случится сказать очень сложно. Очень много опирается в валютное регулирование. Да, валютное регулирование, в то, что как всем известно, наверное, чтобы открыть счет в зарубежном банке необходимо лицензия NBU. Сколько я знаю, за всю историю выдано одна или две лицензии. В этом плане это достаточно серьезная преграда. тем не менее, с другой стороны, те возможности, которые предоставляет украинский рынок, они, мне кажется, широкие, богатые для того, чтобы не смотреть в сторону Microsoft Apple. На самом деле, эти компании уже достаточно сильно оценены. и сейчас стремительного роста там... Стремительного роста ожидать тяжело, то есть, это может быть, опять же, какие-то стартапы, где действительно можно ожидать большого, существенного РФК. Потенциал по многим бумагам украинских имитентов настолько большой, что даже самая пассивная стратегия, когда просто покупаете эти акции и держите их год-два, я думаю, она принесет как минимум не меньше, чем спекуляции на той же там Нью-Йоркской бирже. Конечно, инструментов там больше, ликвидность тоже больше, но, опять же, как смотреть на эту ситуацию? Одни считают это проблемой, другие считают, что это дополнительный источник заработка, потому что более низкая ликвидность предполагает, что вы получаете более широкий спред, и если вы торгуете просто на спреде, то есть, когда покупаете по цене покупки, продаете по цене продажи, это уже практически даже беспроигрышная стратегия, на которой можно эффективно зарабатывать. Собственно говоря, росте ликвидности рынка, объемах торгов, можно ли говорить, что сейчас на украинский фондовый рынок организованный возвращаются иностранные инвесторы, которых было очень много еще, вплоть до до 2008 года, года кризиса, когда они начали сворачивать свои активные операции на развивающихся рынках. Есть ли какой-то возврат сюда? Нет, возврат, конечно, есть, наверное, он не такой бы сильный, как хотелось бы, но, с другой стороны, это, возможно, является и позитивный фактор, потому что, если мы говорим о ситуации на фондовом рынке до кризиса, когда фактически порядка 80% всех сделок были как раз за счет нерезидентов, то, как только пришел кризис, эти все нерезиденты быстренько начали избавляться от этих ценных бумаг, и мы получили то, что получили. То есть, обвальное падение практически по всеми имитентам без объективных на то причин. То, что сейчас существенно возросла роль как раз отечественного инвестора, это является очень таким благоприятным фактором для того, чтобы это был залог, это будет залогом большей стабильности нашего фондового рынка, и даже, я надеюсь, такого не случится, но кризис уже не настолько сильно скажется на падение котировок, как это случилось пару лет назад. Собственно говоря, если говорить, ну, продолжать разговор о рынке и о роли частных торговцев, частных инвесторов на нем сейчас, по данным украинской биржи за 2010 год порядка 80% счетов принадлежала физлица. как можно оценить их долю в общем обороте? в обороте. Ну, можно сказать, что если мы говорим о спот-рынке, то есть там, где торгуются непосредственно акции, то я думаю, что это порядка 20-30% всего оборота делается физиками. как быстро это произошло? всего за 2 года они получили результаты? Ну, с нуля, фактически, ну, как с нуля, то есть покупались определенные бумаги через брокеров, но эта доля была настолько мизерная, что это буквально несколько процентов. Сейчас 20% это существенная доля уже. и она увеличивается, роль физиков растет, и если раньше, например, часто вот крупные компании обвиняли в том, что они манипулируют фондом рынка за счет большой доли своих операций. Сейчас физики сами по себе настолько уже большая сила, независимая сила, которую тяжело влиять, которая уже не позволит так легко манипулировать ценами на рынке, манипулировать поведением фондового рынка. Эта доля будет только расти. Если мы говорим о зарубежных площадках, то большая часть тех операций проходит с участием физики и это обязательно произойдет и у нас. То, что уже 20% это большое достижение, при том, что пока на фондовом рынке зарегистрировано порядка 6-7 тысяч счетов, но если объективно брать, только процентов 30 из них совершают активные операции. Мы сейчас говорим всего лишь о 2-3 тысячах активно торгующих физических лиц. В развитых странах, даже зачем брать развитые страны, возьмем Турцию. В Турции 10% населения тем или иным образом инвестирует на фонды рынок. Если в Украине даже хотя бы мы достигнем рубежа в 1%, это 50 тысяч инвеститоров, это будет уже настолько большая сила, что там торговцы будут уже такими достаточно мелкими игроками. Собственно говоря, мы уже затрагивали вопрос формирования частного портфеля ценного бумага, который может копировать индекс в той или иной мере на это уже по желанию. Но в таком случае какого преимущества такой деятельности перед, например, инвестированием ценной бумаги индексного фонда, индексного EC, который сейчас присутствует на нашем фондовом рынке. Это может быть проще? Может быть проще, зависит опять же от той стратегии, которую исповедует инвестор. Если задача просто проинвестировать определенную сумму в индексный портфель, практически в фондовую бир, в индекс, то тогда наверное все-таки наиболее простой метод это просто действительно пойти и купить индексный фонд. Потому что это занимает минимум времени и расходы сравнительно невысокие. Даже одна транзакция как правило берется пол процента максимум один процент. если мы говорим о варианте покупки аналогичного портфеля через например заключение фьючерсных контрактов, то тогда все-таки вам необходимо подписать брокерский договор, необходимо установить торговую систему, освоить этот интерфейс. То есть это предполагает уже более активную работу на рынке. Потому что ради одной какой-то транзакции вы не будете тратить столько времени для того, чтобы ее совершить. Это тоже неэффективно и неправильно. Но благодаря этому, то есть если установили эту программу однажды, вы можете буквально в любой момент реагировать на любое изменение рынка. Ну и в чем сила именно интернет-трейдинга? В том, что вы полностью несете ответственность за свое решение. То есть если раньше например всегда можно было пожаловаться на управляющего инвестфондом, что все-таки даже если это индексный портфель, все-таки вовремя среагировать на изменения, пересмотр структуры корзины портфеля, то что иногда происходит на украинской бирже. Или же тот факт, что никогда 100% актива фонда не могут быть инвестированы в ценные бумаги. Потому что всегда есть процесс там к покупке. Есть требования к диверсификации? Есть требования, конечно, они стали мягче, но основной фактор, который нельзя избежать, это то, что всегда определенные люди покупают фонд, другие продают. Соответственно, определенная сумма кэша, наличных денег, она всегда выведена из инвестирования практически. Это как оборотные средства у предприятия. И эти деньги никаким образом не приносят вам фонду прибыли. Поэтому в данном случае, конечно, фьючерсный контракт будет действительно полностью, стопроцентно реагировать на любые изменения рынка и стопроцентно приносить такую же прибыль, как и изменение индекса украинской биржи в данном случае. В общем-то, довольно простой вопрос, следующий, но в то же время довольно практичный. Сколько по вашему опыту времени нужно уделить интернет-трейдингу ценными бумагами, чтобы он начал приносить ощутимую прибыль? Чтобы у человека появилось некое понимание, как это все происходит и как из этого извлекать деньги? Для начала не мешало бы прочитать хотя бы одну книгу толковую на эту тему. Опять же, все зависит от первоначального бэкграунда, от уровня подготовки, то есть владеет ли человек экономическими знаниями. Есть ли какой-то уже опыт инвестирования, сам подход в том числе к риск-менеджменту? Сколько денег необходимо проинвестировать, а сколько оставить для того, чтобы не увеличивать свои риски больше тех, на которые вы готовы пойти? Поэтому здесь слишком много факторов, которые не позволяют достаточно четко сказать, сколько необходимо времени. Например, если мы говорим о человеке, который с нуля знакомится с фондовым рынком, то я думаю, где-то срок порядка полугода достаточно для того, чтобы погрузиться в эту тему и уже очень осознанно и владеть предметом, и эффективно инвестировать. конечно, если отнестись к этому с должным подходом, с должным прилежанием, то есть почитать все-таки литературу, следить за новостями. То есть выполнить домашнюю работу? Ну, да, в том числе не все например ведут какой-то анализ своих сделок, а вот именно анализировать свои действия, свое поведение в первую очередь, свою реакцию на то или иное событие. Это, наверное, является одним из таких самых эффективных методов подготовки себя как эффективного трейдера, эффективного инвестора. Вот мы часто говорим трейдеры, инвесторы, в принципе понятно, что активных на нашем рынке сейчас около двух-трех тысяч человек. А кто это? Вот какой, если можно так выразиться, усредненный портрет этого человека? Все очень просто. То есть казалось бы интернет-трейдинг предполагает, что аудитория должна быть достаточно молодая. Но, как правило, молодой аудитории недостаточно средств для того, чтобы их потратить или выделить для инвестирования. Как правило, в молодом возрасте есть задачи потратить деньги на учебу, на отдых, в конце концов надо купить машину, квартиру и так далее. Когда уже накапливается определенная сумма активов, которую можно отдельно уже использовать для инвестиций, это происходит уже к 30-40 годам. Поэтому, я думаю, все-таки более показательна картина наших российских коллег, так вот, там средний возраст инвестора как раз находится где-то в районе 40-41 год. А у нас или у нас больше пока что очень большой разброс, сравнительно маленькая выборка. В первую очередь в интернет-трейдинг перешли те, кто раньше тем или иным образом уже инвестировал на фондовом рынке через брокеридж. И сейчас можно сказать, что это и молодые люди 18 лет, и есть у нас бабушки, которым уже 60-70 лет. То есть очень большой диапазон. И выделить какую-то преобладающую группу достаточно тяжело. Но все так или иначе придет... Да, но мы можем ориентироваться как раз на возрастной категории все-таки это в районе 40 лет. Ну и конечно... Речь идет о достаточно состоятельных людях, либо же тут пока что романтика быстрого заработка привлекает новичков отовсюду. Ну смотря что мы называем состоятельными людьми, то есть если у человека есть например 20-50 тысяч гривен, я не думаю что это достаточно свободных средств, то что зачастую люди держат на депозите. Я не думаю что это сумма которая делает человека состоятельным. Но тем не менее это уже нормальная сумма для того чтобы начать торговать и превратить эту сумму в 100-200-300 тысяч. Собственно интересует также мы затронули приход частного инвестора 2 года назад на интернет трейдинг его долю сейчас но все-таки если подытожить то каким образом появление интернет трейдинга и физлиц которые тогда принесли свои деньги повлияло на динамику торгов на состояние торгов на украинской бирже ну можно конечно назвать это совпадением а может быть и не совпадением но как раз когда запустилась украинская биржа если не ошибаюсь это было 26 марта года назад можно посмотреть на график как существенно начал расти индекс расти цены на бумаге ну одна из причин конечно достаточно очевидна это то что практически все инвесторы которые приходят на фондовый рынок они приносят с собой деньги приносят деньги соответственно они что-то покупают то есть спрос в данном случае превышал предложение и был тем двигателем который толкал бумаги вперед пока будет приход инвесторов это будет приход новых денег и только это само по себе уже будет тем двигателем который будет подталкивать рост фондового рынка рост ценных бумаг а к ним подтянутся и те имитенты которые захотят воспользоваться предоставленной возможностью разместить получить те инвестиции которые нужны для развития что ж ну мы практически на все вопросы поступившие к нам на сайт газеты бизнес ответили я очень благодарен вам за выделенное время за достаточно подробные вопросы я думаю что это не последняя возможность посетителей сайта и читателей газеты бизнес задать свой вопрос относительно той или иной технологии биржевых торгов всем еще раз спасибо до новых встреч до свидания 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 Продолжение следует...